— Ну да, наверное, надо, да? — Ну, соответственно, мы… Самое важное всё-таки не результаты исследования, а общая такая водная информация о молекулярной генетике меланомы. Просили вообще-то начать с интерактивного голосования, с вопросов, но чего-то я их не вижу, поэтому давайте мы тогда… — Ну, вы задавайте, мы будем отвечать. — Ну, вообще, если говорить о… — Молекулярной генетике меланомы, то на самом-то деле в основе лежит цикл деления меланобласта — это клетка, предшественник, которая даёт начало пигментным клеткам, клеткам меланомы. — Посмотрите, практически все клетки регулируются сигналами извне. — Будьте добры, сядьте, пожалуйста, кто-нибудь на компьютер, чтобы переключать тогда по команде. — Ну, давайте, стреляйте. — Я за скалку на стрелять надо. — Куда? — Либо в пол, либо в потолок. — Нет, нет, нет. — Нет, нет. — Так вот, спасибо. Так вот, если говорить про каскад сигнальный, то любая клетка делится за счёт сигналов извне. Если мы говорим про такую клеточную разновидность, как меланобласт, то в качестве рецептора выступает рецептор КИТ. Это тирозинкиназный рецептор, у него есть свой фактор роста, свой элегант. И далее сигналы передаются через гены НРАС, ВИРАВ, МЕК, что существенно. Для каждой из этих мишеней уже есть специфические ингибиторы, а для трёх из четырёх отписаны частые мутации при меланоме. Ну, вообще, меланома, по крайней мере, лет 10 назад считалось, что она более или менее, это одна нозологическая форма. Сейчас, если подходить патогенетически, то выясняется, что даже среди кожных меланом две патогенетически разных разновидностей. Самая характерная меланома для благополучных стран и для людей белой расы, это когда люди северные вдруг ездят загорать на курорт или едут на дачу загорать, получают солнечный ожог и получают меланому на тех участках кожи, которые в норме не подвергаются облучению ультрафиолетом. Самая характерная, например, спина, тонкая кожа. Сами знаете, что ожог на плечах – это самое вероятное, что может быть. Эта разновидность меланомы содержит в основном мутации в гене-бирав. Если мы возьмем меланомы, которые возникают на тех участках кожи, которые привыкли к солнечному облучению, лицо, кисти, там другой механизм меланомы, другие мутации. Слизистая меланома. У нее одинаковая частота, независимо от раз. Слизистая меланома, разумеется, не зависит от солнечного облучения. Там третий спектр мутации, и меланома сетчатки, к сожалению, довольно частая разновидность меланомы, она совсем не похожа по своему патогенезу на обычные меланомы. То есть, выглядят заболевания похожи, меланоциты, пигмент меланин есть, а патогенез разный и лечение разное. На самом-то деле, если говорить о самом доступном лечении, которое есть, то это на сегодняшний день ГЛИВЕК, согласитесь, хоть и таргетный препарат, он стал более доступный, чем другие, потому что он более старый. Примерно каждая пятая меланома слизистых оболочек имеет мутацию в генекит. И вот в результате испытания, пожалуйста, что там, где в слизистой меланоме обнаружена мутация в генекит, там хороший эффект от специфического ингибитора, от имотиниба. Следующее мишень. Один из самых известных онкогенов, онкоген N-раз, он находится на пути передачи сигнала. Примерно в 15% меланом он мутирован. Для белка RAS пока специфические ингибиторы только на ранних стадиях разработки. Там клинических экспериментов пока нет, до них еще далеко. Но что существенно? Посмотрите, как происходит активация сигналов. Вот у нас рецептор, затем RAS, затем RAF, и обязательно на пути стоит сигнальная молекула, тоже киназа, которая называется МЕК. Так вот, для киназ, в отличие от этих белков, ингибиторы уже появились. И на самом-то деле ингибиторы МЕК успешно используются как для лечения меланом с мутациями B-RAF, так и для меланом с мутациями RAS. И посмотрите, примерно 15% больных с меланомой имеют мутацию в гене N-раз. Посмотрите, опять же, какие хорошие результаты клинических испытаний. По крайней мере, если сравнивать с привычной терапией с докорбозином, которая дает ответы в 5% случаев, посмотрите, здесь более чем приличная эффективность специфического ингибитора при мутациях N-раз. И сейчас эти ингибиторы продолжают уже маркетинговые, по сути дела, испытания. Испытания не маркетинговые, а все-таки, так сказать, заключительные фазы регистрации. И третья фаза почти наверняка они войдут в использование для тех разновидностей меланом, которые имеют мутацию N-раз. Ну и, наконец, самое частое событие — это мутация в гене... Вы знаете, все-таки технической службе надо что-то сделать с переключением, потому что это невозможно, это выходит за рамки допустимого. Если взять самую частую мутацию при меланоме, то это мутация в гене БИРАФ. Открыта она была в 2002 году. Мутации БИРАФ — характерное преимущество для меланомы. Это примерно половина случаев имеет эту мутацию. Помимо этого, БИРАФ — мутации характерны для некоторых разновидностей опухоли щитовидной железы. и относительно редко встречаются при опухолях толстой кишки, опухолях легкого. В чем... Следующий слайд, пожалуйста, переключите. Там кто-нибудь сидит за компьютером? Спасибо. Мутации БИРАФ. Соответственно, они стали привлекать внимание, потому что когда их открыли в 2002 году, когда открыли активирующую мутацию в кеназе БИРАФ, то сознательно стали разрабатывать ингибиторы против мутированного белка БИРАФ. Вот здесь отличие от других препаратов, которые уже в хорошем смысле вошли в историю онкологии. Если взять самый яркий пример препаратов против мутированных белков, это и РЕСА, Торцева, препараты, которые действуют против мутированного активированного ИГФР-рецептора, то там сначала появились препараты, а потом появились сведения о мутациях. Мутации открыли в результате изучения больных, которые проходили клинические испытания. Вот тут первый случай наоборот. Сначала открыли мутацию, и потом сознательно против мутированного онкобелка стали разрабатывать специфический препарат. То есть как раз прекрасный пример таргетной терапии, как она должна быть. Сначала открывается специфическая мишень, и потом обнаруживаются препараты. И посмотрите, это частая категория больных. Это примерно половина больных с меланомой. Посмотрите, какие прекрасные показатели ответа. Практически при всех случаях, когда пациентам с мутацией БИРАФ назначается препарат, уменьшается размер опухоли. В чем смысл? Почему такой избирательный эффект? Именно потому, что препарат специфический. В основе создания препарата лежит поиск компонента, который имеет сродство только с мутированным белком, ингибирует активность только мутированного белка. При этом, по крайней мере, по идее, в теории, нормальный белок, который присутствует в нормальных клетках, должен оставаться интактным. Переключите, пожалуйста, на следующий слайд. Спасибо. Проблема заключается в том, что диагностика мутаций БИРАФ изначально казалась достаточно простой. Когда открыли мутации БИРАФ, то выяснилось, что они находятся только в одной позиции, так называемый 600-й кадон. Правда, наши собственные работы показывают, что есть еще один второй горячий кадон, номер 594, но это все-таки меньшинство мутаций. Казалось, мутации, которые расположены в одном кадоне, в одном месте, в одной позиции, их легко или относительно легко диагностировать. Это, в общем-то, правда и остается справедливым. Но, к сожалению, в этой позиции могут быть разные мутации. То есть место одно и то же, локализация одно и то же, а вот варианты нуклеотидных замен, они разные. И, к сожалению, на заре разработки препаратов, когда разрабатывали диагностические наборы для диагностики этих мутаций, то ориентировались только на самую частую мутацию, которая составляет примерно лишь 80% от всех мутаций. Соответственно, получается, что БИРАФ диагностика, я не могу сказать, что это архисложное дело, но все-таки здесь есть определенная комплексность, потому что надо выявлять все виды мутаций. Это раз. И второй момент. Именно специфика меланомы. В меланоме по определению присутствует меланин. Меланин затрудняет выделение ДНК. Поэтому, если вы работаете именно с меланомой, то там процент случаев, когда удалось выполнить молекулярный анализ, немножко меньше, чем при опухолях других локализаций. Ну, с учетом всех этих трудностей, с учетом разнообразия мутаций, с учетом трудностей диагностики, у нас в Российской Федерации была организована программа по изучению эпидемиологии мутации. В качестве референсных лабораторий, в качестве инициаторов этой программы выступали два института. Это наш институт. Следующий слайд, переключите, пожалуйста. И институт онкологии имени Петрова, и второй институт, институт имени Герцена. Существенно, что заболеваемость меланомой и молекулярный портрет меланомы очень зависят от региона. Это функция солнечного облучения, и во многом, ну, по крайней мере, в некоторых странах, это функция расового состава населения. Не столько какая раса, сколько какой оттенок кожи, потому что люди со смуглой кожей, они более устойчивы к вредному действию ультрафиолета. Поэтому задача была собрать случаи меланомы в разных регионах и проанализировать на предмет спектра мутаций в гении Би-Раф. Первый вывод. Мы, когда инициировали эту программу, знали, что бывают не только мажорные мутации, но бывают и редкие мутации. Соответственно, методически мы использовали не один метод, как требуют диагностические скиты, а комплементарные методы, комплекс методов, чтобы с одной стороны иметь высокую частотность для обнаружения частых мутаций, но с другой стороны постараться обнаружить все редкие мутации. Как следствие, процент выявления мутаций у нас немножко выше, чем в других работах, на 5-10%. Помните, я говорил, половина случаев меланомы содержит мутацию, а у нас не 50%, а 60%. Это в основном за счет технического усовершенствования диагностических подходов. Мы не ограничиваемся диагностическим китом, мы делаем полный спектр мутаций. Далее. Клинические особенности. Самый вероятный пациент с Бираф мутацией это молодой пациент. Если пациенты до 35, до 40 лет, у них подавляющее большинство больных содержит мутацию в гене Бираф, и поэтому ориентация, прицельная ориентация на больных необычно раннего возраста, необычно молодого возраста, до 35, до 40, это важный компонент, потому что если вы у такого пациента не обнаруживаете мутацию, это скорее исключение из правила. Это надо помнить. Еще один существенный момент. Помните, мы все время говорили, что ультрафиолет является фактором риска, избыточное излучение. Именно он мутаген, именно он вызывает меланома. Посмотрите, данные подтверждают это. Вот у нас северо-западный округ, но само название север говорит о том, что солнце нас не балует. Посмотрите, здесь встречаемость мутации 56%. Если мы возьмем Приволжский округ, ну, насколько я понимаю, все-таки это значительно более южная территория. Здесь уже 72%. Анализы это делались в референсных лабораториях, то есть это не проблема исполнения метода, а это реальная закономерность, когда люди, которые живут в южных регионах, больше облучаются, и у них больше бираф мутированных меланом. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и в заключение я хочу поблагодарить участников этого исследования, потому что здесь участвовало очень много центров, и все-таки самое главное, что мы сегодня должны вынести с этого сообщения, это то, что бираф-диагностика существует. Все-таки, так как это трудное мероприятие, то проводиться она должна в референсных лабораториях. Для этого необходима пересылка блоков, что, в общем-то, технически достаточно усуществимо, блоков и стекол. Ну, и так или иначе, это новый компонент лечения, которое, безусловно, кардинально видоизменил судьбу больных меланомой. Спасибо за внимание. Спасибо. Сейчас такой определенный, можно сказать, бум сложился вокруг того, что зарегистрированы бираф-индибиторы, вообще это эффективное лечение. Спасибо. И очень много появляется, что они могут проводить тесты на наличие бираф-индибитора. Но мы сейчас говорим об этом. И появляются первые пациенты, где мы видим противоречие между результатами наших лабораторий и, скажем, результатами зарубежных лабораторий, если пациенты участвуют в клинических исследованиях. Насколько я знаю, скажем, в Соединенных Штатах Америки есть единственный тест, официально зарегистрированный и разрешенный для использования. И ничего другого. Вот у нас это все-таки как происходит? Ведь за назначение... Спасибо, я понял вопрос. Ну, во-первых, единственный способ не ошибаться, это ничего не делать. Я других способов не знаю. Поэтому я бы не стал, так сказать, уж на даже ошибки, а тем более расхождение концентрироваться. Главная причина расхождения, их, пожалуй, я вижу две. Первое. Тест КОБОС, который является компаньоном теста для зельбарафа. К сожалению, тест использует так называемый аллель специфический ПЦР, и по своим техническим характеристикам он может выявлять только одну самую частую мутацию. На эту мутацию приходится 80% мутации, но не 100%. Второе. Мы боремся за таких больных, мы у себя с этим сталкиваемся и для БИРов, и для КРАС, потому что и там идут испытания, больные-то начинаются от нас, и у нас случаи нерасхождения были. Когда мы находим мутацию, а за рубежом не находят. Почему мы находим, а там не находят? Потому что мы делаем два взаимодополняющих метода. И, по крайней мере, если в истории СБИРов нам не удалось увлечь врачей, чтобы они отстояли нашу позицию, потому что мы предоставили все лабораторные протоколы и показали, что наш ответ верен. Но там очень важен был интервал включения, то есть там не столь важно, есть мутация или нет, там адювантная терапия, сколько важно, когда. Поэтому, в общем-то, фирма, которая организовывала это все контрактное, ей неинтересно было этим заниматься. А вот в случае КРАС, да, мы доказали, мы предоставили протоколы, мы показали, что у нас это фактические данные. Там переделали тест, переделали микродиссекцию и нашли мутацию. Это не значит, что у нас все лучше, чем за границей, ни в коем случае. Я просто говорю о том, что здесь нерасхождение связано с техническими характеристиками метода. И в каждом конкретном случае надо разбираться. Но те компаньон-тесты, которые по требованиям бюрократического, формального характера привязаны к испытаниям, они несовершенны, они устарели, они не видят всех мутаций. У меня-то вопрос был другой. Все-таки должно какое-то лицензирование происходить? Или на одну делу я могу липать? У меня два есть ответа. Первое. Значит, вы никогда не пойдете к стоматологу, который лечит зубы раз в неделю. Вы интуитивно хотите какой-то специализации. Если мы работаем с доктором или с автомастером, мы хотим, чтобы он специализировался на том, что вы делаете. Соответственно, я без энтузиазма смотрю на то, когда одна и та же лаборатория занимается ПЦР-диагностикой инфекции и заодно смотрит мутации БИРАФ. Потому что у них нет потока пациентов, и у них эти все вещи эпизодические, они не видят все это в том комплексе, в котором видят специализированные учреждения. Соответственно, я считаю, что разумно, чтобы эта диагностика все-таки делалась онкологическими учреждениями, где большой поток однородных пациентов, равно как мы никогда не беремся за инфекции, хотя технически это та же платформа. Значит, ключевое слово все-таки онкологическая клиника, как мне кажется, где есть поток пациентов. Второй момент. Я противник лицензирования, потому что мой опыт работы с лабораторной диагностикой и ПЦР-диагностикой показывает, что это у нас способ нечестной конкурентной борьбы, потому что фактически лицензию получают не те, кто лучше работают, а те, кто нашли выходы во всякие регуляторные органы, чтобы не дать работать другим. Поэтому я противник лицензирования, от него в наших условиях больше вреда, чем польза, как опять же показывает опыт ПЦР диагностики инфекций, где это просто способ нечестной конкурентной борьбы. Протаскивают оборудование. Те, кто лицензируют, они же, те, кто занимаются лицензированием, они же оборудование продают под эти лаборатории, вот и получают, что никто не может работать. Пожалуйста, еще один вопрос и переходим к активным препаратам. Да, пожалуйста. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, насчет таргетных препаратов. Отдаленные эффекты при лечении меланомы таргетными препаратами, у вас имеются такие? К сожалению, когда мы говорим про отдаленные эффекты, при лечении меланомы, здесь, увы, это не очень применимо, извините, я оговорился. Если брать БИРАФ, специфические препараты, это ВЕМУРАФИНИП, ЭДАБРАФИНИП, то там эффекты есть у всех, но они длятся несколько месяцев, от 5 до 8 до 9 месяцев, то есть тут про отдаленные побочные эффекты речи не идет. Если брать те препараты, где можно ставить вопрос об отдаленных эффектах, и ПИЛИМУМАП, там редко бывают полные ремиссии, но они могут быть долгосрочные. Ну, опять же, о каких отдаленных эффектах мы можем говорить, если средняя продолжительность жизни больного меланомой без таргетной терапии где-то от 6 до 8 месяцев. Соответственно, это не та продолжительность жизни, когда можно говорить об отдаленных эффектах. Проблемы начнутся, когда эти препараты начнут регистрироваться для одевантной терапии. Вот тогда эта проблема встанет. Но сейчас это все пока. Спасибо, Евгений Нович. Переходим к голосованию. А, да, у нас же еще голосование. Какая мутация встречается более чем в 50% в случае меланомы кожи? Ну, теперь неинтересно, согласитесь. Давайте посмотрим. Интересно. Вы смотрели или нет? Пожалуйста, голосуем. Ну, хорошо. Так. Бера в 600-м кодоне. Какими методами определяют Бераф мутации? А, вот это интересно, потому что про это-то я напрямую и не стал говорить. Давайте посмотрим. Какие методы определяют мутацию Бераф? Ага. Значит, на самом-то деле применяется полимеразная цепная реакция. Были попытки применять иммуногистохимию, потому что мутированный Бераф имеет другую конформацию. Но у иммуногистохимии никогда нет такой же аккуратности, как у прямого молекулярного теста. Это не прямой метод. Поэтому применение иммуногистохимии для анализа мутации категорически не приветствуется. Это не прямой метод. У него запрограммирован процент ошибок. Тут слишком серьезный вопрос, чтобы решать его непрямым методом. ФИШ изменяет копийность гена. ФИШ не в состоянии определять мутацию. Поэтому ФИШ неприемлемый метод по своим техническим характеристикам. Таким образом, правильный ответ ПЦР всегда в основе лежит ПЦР, а уже потом как получится, либо секвенирование, либо так называемая аллель специфическая ПЦР. Это дебри лабораторной науки, я не стал на них останавливаться. При каких стадиях меланомы доказана клиническая эффективность терапии бераф-ингибиторами при наличии бераф-мутации? Вот это интересно. Давайте посмотрим, что ответим. На сегодняшний день применение бераф-ингибиторов разрешено только при поздних стадиях меланомы для палеоактивного лечения. На самом-то деле именно поэтому и ставится вопрос о том, что может быть и делать анализ, когда человек уже пришел в запущенной стадии заболевания и может быть заново брать образец, потому что бог его знает, что там было исходное. Но, по крайней мере, на сегодняшний день нет регистрации препаратов ни для одевантного лечения, но и, как следствие, неправильный ответ для всех стадиях. Поэтому и на диагностику приветствуется посылать только больных уже, которым нужно лечение. Про запас такую диагностику делать экономически нецелесообразно. Я думаю, что у нас все, да? Еще есть? При каком варианте бироф-мутации доказана клиническая эффективность бироф-ингибиторов? Тоже давайте намеки у нас были на эту тему. Ну, на самом-то деле, если быть педантами, то действительно только для самой частой мутации получены убедительные доказательства. Но когда начинали включать в лечение бироф-ингибиторов больных с редкими мутациями, у них такой же процент ответа, как у больных с основной мутацией. Поэтому на сегодняшний день все-таки правильный ответ любая мутация в 600-ом кодоне вне зависимости от ее разновидности позволяет быть почти уверенным, что будет эффект от ингибитора бироф. Ключевое слово есть мутация или нет, какая она, это уже не столь важно. Спасибо.